Сладкое не относится к полезным продуктам. Поскольку сахар провоцирует разрушение коллагена, кожа теряет властичность и упругость. Ещё одна беда сладкоежек – проблемы с зубами. Разрушение эмали начинается с ферментации сахара живущими в ротовой полости бактериями. В процессе ферментации образуется кислота, которая разрушает эмаль. Так развивается кариес. Даже несмотря на то, что человек чистит зубы, или даже если он очень хорошо чистит, через какое-то время бактерии всё равно образуются в виде плёнки на зубах. И при поступлении сахара, естественно, создаются все условия, чтобы эти бактерии начали разрушать ткань зуба. Для фигуры же сахар в числе первых врагов. Это тоже не является тайной, но мало кто понимает, что же происходит в организме на самом деле. Происходит большой выброс инсулина. Инсулин, он нужен нам для того, чтобы утилизировать глюкозу в клетку. Избыток у нас формируется в виде гликогена в печени и в мышцах. Когда гликогена очень много, то печень перестраивается и начинает этот сахар просто откладывать в виде жировых отложений. Потому что ей больше гликогена не надо, запасы уже все пополнены. А сахар получается в крови много. В результате она начинает его просто складывать в долгий ящик. Сахар присутствует везде. Даже если мы сократим употребление его в чистом виде, мы нечасто задумываемся о том, что этот консервант содержится во всех полуфабрикатах, консервах, колбасных изделиях и магазинных напитках. Особенная опасность в летний сезон – утолять жажду газированными напитками. Газы усиливают всасываемость самих углеводов. И они быстрее всасываются, большой выброс инсулина дают. И в результате, когда очень много инсулина вырабатывается, он быстро утилизирует у нас сахар. Плюс он у нас начинает, так как инсулина много, он еще и гликоген начинает потреблять. И в результате у нас печень остается пустой, без запасов, и она начинает требовать снова что-нибудь у нас. Но у сладкоежек есть реальная альтернатива. Природные сахара содержатся во всех фруктах, а энергию, которую мы получали от кусочка тортика, с лихвой восполнят орехи. Такие десерты не только утолят потребность в сладком, но и принесут реальную пользу здоровью. Например, орешки с медом или карамелизованные в меду фрукты. В разогретый сотейник мы наливаем мед, закладываем подготовленные фрукты, то есть ломтиками, дольками, быстро обжариваем и сразу же подаем. То есть это лакомство нужно сразу же съесть. В противном случае мед начнет застывать, то есть у вас ничего хорошего не выйдет. К счастью, в разгар лета справиться с тягой к неполезным сладостям намного проще. Июль – время малины, черники и смородины. И до августа продлится сезон черешни. Не за горами дни, когда уже можно будет с сознанием дела стучать по арбузам и вдыхать медовый аромат узбекской дыни. Главное помнить – сладости можно кушать в большом количестве. Лишь бы они были здоровья для. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова